Здравствуйте, мои дорогие друзья и уважаемые подписчики! С вами Ярослава, и мы вновь на этом канале говорим о духовном. И на тему сегодняшнего видео меня натолкнул старый, давно забытый анекдот, который мне напомнили мои друзья. Хочу с вами поделиться, чтобы, так сказать, мы плавно могли въехать в тему. Итак, приходит человек к портному и говорит, шей мне, пожалуйста, брюки. Портной делает примерку, человек уходит, приходит через какое-то время, возвращается, говорит, ну что, брюки готовы? Портной говорит, нет, приходи через неделю. Приходит этот человек через неделю, брюки не готовы, портной говорит, приходи, знаешь, через месяц. Возвращается человек через месяц, брюки не готовы, и портной просит его зайти через год. Ну, человек думает, хорошо, что же делать, рекомендовали портного, приходит через год. Портной показывает ему прекрасные брюки, просто всё идеально, сидят идеально, строчка к строчке. Но человек всё-таки решил уточнить, говорит, ну почему так долго это всё происходило, почему так долго ты шил эти брюки? Ведь Творец создал мир всего за семь дней. И человек ему отвечает, ну ты посмотри на этот мир и посмотри на эти брюки. Итак, сегодня мы будем говорить о праведниках. Что такое праведник? Кто это такой? Как прийти к этому состоянию? И как, главное, правильно понимать это состояние? Потому что всё, что я слышала в мире раньше, до того, как стала изучать науку Каббала о праведниках, сводилось к тому, что это люди, которые правильно поступают, как-то вот хорошо. Но как можно поступать хорошо, если мы хорошо и плохо понимаем только в том ключе, насколько это нам приятно или неприятно, как же здесь быть, как разобраться. И к тому же, если не знать цели творения, к чему всё это идёт, то вообще понятие хорошего поступка очень сильно осложняется. Потому что сначала, получается, нужно узнать, к чему же это всё происходит. Каббалисты говорят о том, что праведник – это тот, кто оправдывает Творца. Тот, кто смотрит на мир и оправдывает Творца. И вот тут встаёт первый самый важный вопрос. Этот праведник, он что, не видит, как этот портной даже видит, да, что мир несовершенен? А праведник, он что, слепой? Или он как-то сам себя так одурачивает, говорит, нет, всё в порядке, ну, нет войны, нет болезней, люди не обижают друг друга, да, неужели вот это праведник? То есть человек, который очень плотно закрыл глаза розовыми очками, можно так подумать. Но нет, нет и нет. Каббалисты говорят совершенно не об этом. Праведник, с точки зрения науки Каббала, это человек, который пришёл к такому состоянию. И вот это тоже очень важно, что это не происходит вот так, да. То есть это процесс предваряющий, который приводит к человеку к такому состоянию, причём на каждой ступени, на каждой ступени он всё больше и больше становится праведником. Невозможно стать праведником в один раз. Так вот, это состояние, когда человек видит все несовершенства мира. Он это видит, он прекрасно понимает, что мир как бы выглядит перед нами несовершенным. Но также этот человек понимает, что у Творца не было выхода. Чтобы сохранить нашу свободу воли, необходимо было создать вот такой как бы полуфабрикат, который мы должны восполнить. И вот это он понимает как совершенство. То есть то, что ему дают работу сейчас по восполнению того, что создал Творец, вот это он понимает как совершенство. Понимаете, какой важный и тонкий момент. Но именно вот этот момент позволяет правильно понимать вообще всю методику каббалистов и насколько она совершенна, насколько она уникальна. И вот уже из этого проистекает понимание праведника того, что ему нужно делать. То есть к чему ему нужно подводить всё то, что представлено перед его глазами. И вот тут речь идёт о том, чтобы нам изменить свои органы восприятия с индивидуальных на общее восприятие. И только в этом состоянии мы можем видеть исправленный мир. Поэтому все дела праведника направлены на соединение между людьми, на поиск и восстановление вот этой особой связи, которая заложена в цели творения, но разбита. Вот она разбита, да, и эту связь нужно искать и пытаться соединиться над всеми различиями. То есть вот образца этой связи сейчас нет в мире, то есть она не проявлена. Это не что-то, что мы знаем, это не какой-то социальный строй. Это связь между нами в единой мысли. Вот буквально в единой мысли. То, что мы по сути видим в природе, в стае рыб, в стае птиц. Но между людьми, эгоистами, это действительно, ну, как бы чудо, да. Но это чудо нам необходимо произвести над собой. Только в этом случае мы можем выжить. И поэтому праведниками в нашем поколении необходимо стать всем. Это не, как бы, не преувеличение. Это действительно только единственный способ выживания, к которому нас подталкивает природа. Все, мы подошли к краю. Вот это уже край. Не могут в мире пребывать грешники. То есть грешники – это те, которые приводят к разъединению и которые верят в то, что действительно, вот, творец создал мир ужасным, да. Я прекрасен, а мир ужасен, да. Вот это осознание грешника, да, осознание зла. И что самое ещё интересное, вот именно через это состояние только и можно прийти к состоянию правильника. Поэтому не пугайтесь его. Это на каждой ступени такое состояние. Ну, тут можно спросить, а чем же тогда отличается человек, который идёт по пути кабалы, от обычного человека, который действительно думает, что мир ужасен, он создан ужасным, да. Но дело в том, что когда ты занимаешься методом кабалистов, приходит особая сила, особый свет, как они говорят, который высвечивает, что моё состояние сейчас, вот я себя так ощущаю, да, что я полностью прав, я нормальный, все остальные ужасны, мир ужасен, творец злодей, да. Вот этот особый свет, метод науки кабала, он высвечивает человеку, что то, как я сейчас думаю и ощущаю, это ненормально, это меня погубит. То есть я оставаться в таком состоянии не могу. Это приведёт только к тому, что картина мира моя, она будет всё больше ухудшаться. А что же происходит, когда человек путём молитвы всё-таки старается стремиться перейти в состояние праведника? То есть как вот пережить вот этот момент, когда я понимаю, что страдаю я из-за того, какой я, да, как при этом я продолжаю находиться в себе, как я себя выношу, как я себя терплю тогда в таком состоянии. То есть человек, он состоит из праведника и грешника. И куда же мне от этого грешника деваться? А всё дело в том, весь метод в том, что человек в таком состоянии, когда осознаёт своё зло, он начинает убегать в Творца. Это вот буквально, ну, такое, знаете, состояние, когда я понимаю, когда я солидаризируюсь с этой общей силой и смотрю на себя как бы со стороны. Я себя не то, что там ненавижу или что-то негативное испытываю, но я как бы понимаю, почему со мной надо вот именно так. И я оправдываю природу, которая со мной вот эти вот манипуляции производит для моего исправления. И вот именно тогда я из грешника становлюсь праведником. То есть я исправляю при помощи Высшего Света, при помощи силы молитвы и силы Высшего свои свойства. И так постепенно мы переводим всё в святость, то есть в оправдание Творца. И, конечно, мир, который мы видим уже из этого исправленного состояния, он другой, то есть он по факту меняется. Мы не видим уже, это промежуточный этап, когда мы видим, что это есть войны, болезни, мы понимаем, что нам надо что-то восполнить, но конечный этап, когда мы уже не увидим ни войн, ни болезней, потому что все эти наши свойства, которые мы видим как проекции вот такие страдающие, они будут уже исправлены. И это до конца как бы вот не остаётся таким ужасным. Да, я смотрю на это как на прекрасное, я смотрю всегда на это как на возможность работать. Но эта работа в конце концов, она заканчивается, и человек полностью приходит в слияние с Творцом. Как один человек, так и весь мир. На сегодня это вся информация, которую я хотела поделиться. Для меня, по крайней мере, она очень актуальная. Непростые события происходят в моей жизни, да, и то, что я наблюдаю снаружи, это действительно, ну, такие вещи, которые постоянно ты прикладываешь усилия, чтобы стараться видеть это в совершенстве, перейти в это состояние праведника. Поэтому, если вы знаете, что кому-то актуальна эта тема, делитесь видео, ставьте лайк, тогда его смогут просмотреть больше людей. Пишите, что вы думаете об этом. Получается ли у вас вот эти состояния грешника преодолевать и переходить в состояние праведника? Какие у вас от этого впечатления? Потому что, действительно, это очень мощно, когда вот вдруг раскрывается тебе как бы другая сторона, другая картина мира. Это очень всегда впечатляет. Поэтому делитесь, чтобы поддержать друг друга. Нам всем нужна сейчас поддержка вот такая вот сердечная, душевная. А я вам желаю хорошей недели, здоровья, счастья, чтобы все состояния, которые вам некомфортны, которые вы чувствуете, что нужны к исправлению, да, и пригодны к исправлению, чтобы у вас получилось перевести в святость, в отдачу, в связь с Творцом. Обнимаю вас, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»